Перед началом работы с приложением SNESI необходимо его настроить. Нажимаем в верхнем правом углу три точки, далее нажимаем настройки, теперь ставим необходимые настройки, которые уже потом не нужно будет менять. Нажимаем изменение размеров изображения, нажимаем не менять размер, оставляем как вот есть галочка. Далее нажимаем качество и формат, ставим JPEG 100%. И возвращаемся назад. Само поле, где находится у меня фотография, у вас будет первоначально пустым. Чтобы это исправить, вам нужно загрузить фотографию. Для этого нажимаем кнопку открыть, которая находится в верхнем левом углу. Вы можете выбрать из последних фотографий, которые сразу отображаются на панели. Или же можете нажать кнопку выбрать из галереи и выбрать нужную вам фотографию. Которая находится в фотоальбомах вашего смартфона. Далее под фотографии находится уже готовый фильтр от Snapseed. Их при желании можно использовать. Но как показывает мой опыт и практика, что они ложатся не очень красиво на фотографии с едой. Поэтому я их не использую и, соответственно, не рекомендую их использовать вам. Далее нажимаем на панель инструменты. Snapseed предлагает большое количество инструментов. Но для начала мы изучим коррекцию. Нажимаем на значок. И потом нажимаем на три полоски посередине внизу. И нам показываются инструменты для коррекции фотографии. Первый выбираем яркость. С помощью нее вы можете увеличить или уменьшить яркость фотографий. Данная фотография не яркая. И я, соответственно, увеличу яркость, двигая ползунок вправо. Примерно где-то на плюс 71. Далее переходим на контрастность. Как правило, я редко использую этот инструмент, потому что считаю его бесполезным в использовании фотографии. Если же я все-таки решила его использовать, то это делаю на маленьких показателях. И при этом смотрю, как меняется качество фотографии. Далее переходим в насыщенность. Делаем фотографию более насыщенной. Двигая ползунок вправо. В этом деле главное не переборщить и не сделать фотографию ненатуральной. Я поставила на небольшой плюсик. Далее переходим на световой баланс. Тут тоже работу нужно делать аккуратно. И смотреть, как накладываются настройки на вашу фотографию. Я поставила плюс 20. Фото стало чуть теплее. И меня это устраивает. Далее выбираем светлые участки. Эта настройка помогает устранить пересветы на белых предметах. Если же на фотографии светлые предметы темные, как у меня на фотографии, то можно значение поставить чуть в плюс. И соответственно фотография ваша будет смотреться чуть светлее, чем была ранее. Далее выбираем темные участки. Этот инструмент помогает осветлить тень, если это нужно. Я сделаю чуть-чуть в плюс, чтобы тень на голубике стала светлее. И тогда она не будет смотреться темным пятном на фотографии. Далее нажимаем тепло. Тут тоже настраиваем, исходя из того, какая ваша фотография. Какого плана вы хотите получить фотографию. Более в холодных оттенках или более в теплых. Меня фотография вполне устраивает, как она есть. Соответственно, настройки я не буду менять. Вы же на вашей фотографии меняете так, как вам это нужно. До новых встреч!